Чеково. В целом. Вообще, да. Ты даже не знаю, на стойке вот поставил три разных. Клубника и базилик на джине, вишня на бурбоне, точнее, бурбон на вишне, и водка на щавеле. Вот так. О, водка на щавеле. На щавеле? Это кайф. Да, это окруженно, кстати. У тебя какой-то экспресс-рецепт, ты же говорил, у тебя вот будет тусовка вот-вот. Ну, в целом, как бы, есть настойки, которые можно долго настаивать на чём-то, что не выделяет собственных соков особенно сильно. А есть, как бы, наливки, хотя я их не особо разделяю. Есть настойки, а есть набежки. А наливки – это что-то, что немножко разбавляется соком. Ну, типа, вишня выделяет сок, тем более мороженое. И клубника тоже так делает. А щавель я просто блендером пробил прямо в водке. И вот он сутки постоит. Вау! Вот сейчас мы закончим и вперёд. Ну, там, собственно, 0,5 водки. 900 грамм щавеля. Ой, блядь, 900. 900? Да, кажется, 900. Минус... Пошёл ты нахер. Стоп. Он у тебя ещё и мужским голосом разговаривает. Да. Вот. И туда ещё 100 грамм сахара и грамм 10-15 лимонного сока и вперёд. Нифига себе. Вот такие приколы. Звучит любопытно. Может быть, я бы даже попробовал. Какая консистенция, если, мне кажется, щавель 900 граммов – это, наверное, дохерища. Так не, но это жижа сейчас. Но потом-то я её процежу через кофейный фильтр или там через марлю. Блин, я представил смузи щавельный с водкой просто. С водкой. Вау! Да! Это я вам сейчас покажу, как это выглядит. Вот, смотрите. Вот, я уже показываю. Вот, буквально. Пынь, пынь, пынь. Хоть это подкаст, но мы всё равно ничего не видим. Наша любимая рубрика – озвучиваем картинки. Ну, я вам кинул в чат. Блин. О, прикольно. Ух ты, клёво. А, ну да, он такой густоватенький, слушай. Потом через марлечку его, да, и вперёд. Ну, и он будет слегка зеленоватым. Красотища, красотища. Ну, прикольно. Ну, что? А у вас что? Да что ты? Да что ты? 12 миллионов вот я видел сегодня утром. Да, крутяк. Да, вот был повод хороший. Нам подогнали тортики. Подожди, а 12 миллионов – это на какую-то игру или вообще… Ну, вообще это мало на игру. Да, это одна игра у нас продалась. Это City Skylines. Блин, я не играл. Ну, это звучало клёво. Это типа Steam City что-то, да? Да-да, градостроительная такая штука. Ой, я всегда немножко боялся этих игр. Ну, типа, ой, это сложно. Но это прикольно, да. Я никогда не играл. Пробовали Immortal? Чего? Который Diablo Immortal. Ой, да, чуть-чуть. И чё, как? Чё? Ну, хер знает. Сюжетку пройти можно, по-моему. Я так и не прошёл, правда. Это чё-то я как-то… Я чё-то поставил её через пень-колоду на мобилу, поиграл минут пять, а потом что-то меня отвлекло, и с тех пор… Да, ну, в общем, там скачивание 10 гигабайт, вот эти пень-колоды, это того просто не стоит, короче. Вот что это? Это Blizzard, и родствуется своими батлнетами всякими какими-то. Не сами Blizzard, это NetEase. А, это какая-то это, с партнёрской студией их делает. А, понятно. Ну, кстати, она же не только мобилка, её можно и поставить на ПК вроде бы. Да там управление, типа, жопошное. Колян, давай отчётик небольшой и поехали. Нам нужны новости о тебе. Я тоже записал первые кружочки, и там был код. Да, все кота заценили вообще. Да. Код вообще попой. Код прекрасный, да. Чё я сегодня? А, ну… Нам нужно больше Google, кстати, если что. Да. И Google тоже нужен. Лайд. Ну, сделаем. Обязательно. Я просто сейчас запутался, а потом как понял. А так последние… Ты запутал, как у тебя кота зовут. Последние недели что-то как-то так… Работа, работа. Выходные какие-то праздники у людей у всех. Я куда-то там вписываюсь. Но вот сегодня рассказывал про Хабр в Кроке. Проводил публичное выступление. Ну, жалко в Зуме, конечно, блин, приятнее всё-таки в оффлайне, а в Зуме никто не включает камеры, и ты понимаешь, что ты говоришь, как. Блин. Понял, что я скучаю по этому говну, чтобы прямо вот перед залом… У-ху! Хабр в курсе от таких семинаров. Да-да, ты с ними консультировался об имидже компании внешнем? Меня попросили рассказать, что вообще как там. Ну, я вспомнил, что как там было, почитал, что как там изменилось, и такой, ну вот. А ещё можно статьи писать, а вот хабы, а вот потоки. Я вспомнил, о чём я могу рассказать. Во-первых, ты мне напомнил про какие-то лекции и конференции. У нас был, называется, Programmer Assembly. Это берут всех программистов из компании, вообще хоть как-нибудь с этим связанных, как нас, которые билдами занимаются и тестами. Раньше это, ну, вообще с тех пор, как я попал в компанию, это проводилось только онлайн, а теперь это решили провести оффлайн. Нас отвезли через дорогу, буквально от нашего офиса. Мы там собрались в каком-то зале с проекторами, там всё, очень чинарём. Вот, и было четыре доклада. Было прикольно. А ещё я решил... Меня надо умил менеджер. И, в общем, я решил пройти у нас внутренний курс self-leadership и так далее. У-у-у, круто. Да-да-да, типа, если я хочу, да, управлять кем-нибудь, мне сказали, научись сначала управлять собой. Ну что ж, это звучит разумно. Вы все, наверное, может быть, слышали об этой херне. Пока что в первой главе я прошёл сам для себя классификацию, кто я по системе диск. Ага, и кто ты. Ты слышал, да, что это за дерьмо? Ну да, да. А ты, Коля? По-моему, у нас... Это вот не те тесты, что кидали в чате, и мы проходили когда-то. Нет, не то. Ахрен знает. Блин, ну ладно, окей. Я не помню, в общем. Я ещё там, по помощи аналитики, там, программистов. Вот это не то. Не, не то, не то. А окей. Значит, я не знаю. Типа, там по навыкам у тебя каким-то, а тут по характеру кто ты такой, якобы. Вау. Ну и чё, чё расскажи? Я, в общем, там две характеристики есть. Публичный я и внутренний я. Не знаю, как это описать. В общем, публичный я – это CD. То есть, Си большая, Ди маленькая. У меня там две доминантные характеристики, да? Подожди, подожди. Д – это доминанс, а Си – я забыл, что это такое. Control. Или что-то в этом духе, я тоже не помню, в общем. А типа внутренний я – это SD. С большая. Блин, я не в курсе вообще, что это за буквы сами по себе. Меня просто выдали на основе моего этого опросника 15-страничный PDF-ник, короче, который меня описывает. И в целом, кстати, меня удивляют, на самом деле, попадания в целом. Я как-то… Фигаси. Даже это… А, вот, смотрите, пацаны, я нашёл. Dominance, influence, compliance и steadiness. Compliance, да. Вау. Вот, я, короче, немножко steadiness и чуть-чуть dominance. И там было написано, это такое редкое сочетание, потому что это означает, что я ориентирован на стабильность, я ориентирован на то, чтобы предоставить поддержку, если кому-то она там требуется, в общем. В том смысле, что я ориентирован на то, чтобы удовлетворять потребности команды и компании. Но при этом маленькое D означает, что я также… Ну, то есть, S означает, что я вроде как… Как это называется? Сервисный. Типа, я обеспечиваю стабильность и так далее. Но D означает, что я, типа, ещё очень люблю вокруг себя всё контролировать, чтобы… Вот, то есть, типа, я не подстраиваюсь под обстоятельства, я предпочитаю, типа, их подстраивать. И я там, в общем, выбираю и пытаюсь убедить людей в том, чтобы идти именно теми методами, которые я считаю правильными. И, блин, он что-то говорит. У меня жена сразу сказала, что это всё правда. Ты тихий тиран. Тихий тиран. Ну, вот так что, любопытно. Попробуйте на досуге тоже пройти. Слушай, да, сейчас закончим, даже пройду, пожалуй. Это какая-то открытая система, да? Да, это, типа, если верить там этому тренингу, сто лет назад Карлом Юнгом была придумана. О, звучит авторитетно. Да, я тоже так подумал. По крайней мере, имя Карла Юнг я слышал, хотя не психолог ни хера. Да, да. Крутяк. Чок за нём. Да, давайте. Привет, мальчики и девочки. Это подкаст Хоба. Выпуск номер 79. Нас, вообще-то, всего шестеро в этой команде, но сегодня нас трое. Меня зовут Баня, например. Я Коля. Я Адель. Да, и вот мы раз в недельку так собираемся, обсуждаем всякие интересные новости. Стараемся, наверное, делать уклон в айтишку, но всякое бывает. Не знаем, что наши звукорежиссёры в итоге оставят из предварительного трёпа, но, возможно, вы узнаете об оценке личности по системе диск. Окей, что, поехали. Расскажем сегодня для начала о том, что Твиттер, по данным техкранча, тестирует длинные посты. И мне лично кажется, что это какая-то хуйня, потому что, ну, как бы, Твиттер — это короткие сообщения. Они должны быть длиной 140 символов. Хорошо, сейчас уже 280, насколько я помню, но хотя бы так. Но, блин, лонгриды на Твиттере, они как бы объясняют, зачем мне это сделали. Я их даже понимаю. Будь я продукт-оунером в Твиттере, наверное, я бы в какой-то момент об этом задумался, потому что, ну, у людей периодически возникает потребность выразить какую-то длинную мысль, которую в 280 символов не уместить. И тогда они идут на какой-то другой сервис, на какой-нибудь там Medium, оставляют ссылки на Medium, ты уходишь из их экосистемы и, как бы, грустненько от этого Твиттеру. Чтобы этого не происходило, вот вам якобы скоро новые длинные посты. Но мне почему-то прямо не нравится. Мне кажется, что это вообще не в ДНК Твиттера. Что думаете, пацаны? У меня есть что сказать, потому что это зависит от реализации. Если реализация будет такая, как в Телеграме с этим там QuickView или как она там называется, где статьи клево парсятся под дизайн... А, Телеграф, это, кажется, называлось. Телеграф и InstantView, по-моему, как так. InstantView, да. Где те же самые сторонние посты как-то клевенько парсились и так под дизайн Телеграм, вернее, адаптировались. Вот. Если тут будет то же самое, я не против. Ну, может быть и так. Вы вообще, кстати, Твиттером пользуетесь? Да. Ну, вот так, чтобы писать. Нет. Нет, я не пользуюсь. Вот вам. Крошему мне надо, потому что, типа, вот это вот всякая блокчейн-крипто-тусовка, Твиттер у них основная площадка, но, блин, я не могу. Короче, нужно много действий, чтобы погрузиться в контекст чего бы то ни было, и я такой... Этот клубок разматывается долго. Ну, там у меня постоянно какие-то реплаи, реплаи, реплаев и репосты, репостов. Вот это меня тоже немножко кумарит. Как бы там очень сложно добраться до какого-то исходного поста, а вот эти реплаи на реплаи на реплаи, меня тоже раздражают. Мне кажется, я уже лет пять особо Твиттером не пользуюсь. Хотя я помню момент, когда я писал статью на сайт киберстайл.ру, который, кстати, возможно, все еще работает раньше. Я там работал лет десять или даже больше назад. Вот. О том, что это за новая хуйня такая этот ваш Твиттер. Было забавно. Я думаю, это пост как-то... Надо его, кстати, найти. Archive.org, наверное, все помнит. Мне просто как раз вот эта фишка с трэдами и реплами, она как раз больше всего, наверное, нравится. Потому что, ну, вроде как... Не знаю, у меня это обычно происходит так, что я такой вижу какой-то твит от чувака, на которого подписан. Он вообще ни хера никакого смысла в себе не несет. Просто отдельный набор слов, как будто бы. Но ты нажимаешь на него, и там весь трэд разворачивается, грубо говоря, и ты такой, оп, а, понятно, там какой-то дебил опять неправ. И он решил ему доказать, что он не прав. Не, ну, это интернет, понятно, что там постоянно кто-то неправ. Ну, короче, фиг знает. Я не знаю даже, что здесь особенно обсуждать. Я просто за это зацепился и понял, что меня это сильно интригернул, и такой, нет, это будет больше не твиттер, так не должно быть. И вот решил вам принести. Так что, ребзи, те, кто нас слушает, заходите в чат в Телеграме и расскажите, что вы думаете, и пользуетесь ли вы твиттером. А мы дальше поедем, наверное. Я, короче, этот, временно привилегированный, да, у меня синяя звездочка в Телеграме. Не в смысле я подтвердил свою личность, а в смысле я купил Телеграм премиум, и это дает несколько прикольных штук, но в основном это, конечно, какая-то мутатень, типа там дополнительные анимированные смайлики, доступные только мне, на кой хрен они мне нужны, все равно я пользуюсь самыми всыратыми стикерами, которые есть. А стандартные, ну, это уныло же. Сейчас запахло ватсапом прям сильно. Да, 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 есть немного. Они такие, знаете, слишком вылизанные, и, ну, короче, уровень приколов в этих стикерах, он такой, не глубокий, не высокий, я люблю пожестче. Вот. Что там еще есть? Там есть видеоаватарка, ну, наверное, я ее запишу, как-нибудь смешно, но вообще это, конечно, тоже фигня. Из действительно полезного кому-нибудь. Там есть возможность грузить файлы объемом до 4 гигабайт. Отсутствие ограничения на загрузку и скачивание файлов, вот это довольно прикольно. Я прям заметил, что-то я большое загружал и выкачивал недавно за последние два дня, и прям вжух вообще. Просто, ну, вот дома особенно заметно, потому что у меня дома гигабит, и это прямо, ну, нигде нет никаких бутылочных грушек. Ну, и самая, наверное, растиражированная история – это перевод аудиосообщений в текст, и это занятно. Мы сегодня, кстати, с нашим слушателем Антоном Ермолаевым, совместить с моим коллегой, Антон, привет, потестили длинное аудиосообщение на 28 минут, и телега мне такая и говорит, сорян, я так не могу. Пятиминутные сообщения мы попробовали с нашим слушателем Крохоротом в чате подкаста, но он говорил достаточно тихо для того, чтобы телега сказала, а я здесь вообще голос не слышу, хотя вот с точки зрения человека там всё прекрасно, различимо, нет проблем вообще. Но в целом, должен сказать, что это работает, конечно, там нет никаких знаков припинания, окончания иногда съедаются, и всё, в общем, не идеально, но это вполне прикольная штучка. Рядом, короче, с сообщениями со звуком появляется такая ещё какая-то пулечка со стрелкой вправо, ты её нажимаешь, она такая прм, и делает тебе текст. И дальше его можно свернуть или развернуть. Вот. Будете ли вы премиум юзерами, пацаны? Для меня нет ни одной причины. Мне нравится, что там теперь можно закреплять не 5, а 10 чатов. Мне иногда этого не хватало раньше, но сейчас уже норм. Я как-то разгребся. О, кстати, фишка, которой мне не хватало. Я в какой-то момент по работе уперся в то, что в одну папку нельзя сложить больше 100 чатов, и мне пришлось завести вторую рабочую папку. И это немножко раздражало, пока я не понял, что вот одна папка будет приоритетной, вторая менее приоритетной. И это работало, но теперь с премиумом у меня есть возможность закинуть в папку 200 чатов. Вот, кстати, интересно. Допустим, я премиум юзер закинул в папку 150 чатов. Потом отписался от премиума, и что будет? Оно вывалит мне все эти чаты или нет? Как бы вы сделали? Будьте вы дуровым. Распилил бы ещё одну папку. Ну, это, наверное, можно сделать. Или нельзя будет ли он создавать папки ещё? Блин, не знаю. Там же есть по умолчанию папка all со всеми. Вот, наверное, всё туда раскидать и всё. Ну, типа излишек автоматически раскидается туда? А, ну да, есть же папка общая, да. Ну, такое. Вообще некрасиво. Как-то не по-людски, да. Ну, было бы ещё более не по-людски, если бы, короче, эти папки закрылись, стали серенькими, и теперь все чаты, которые там внутри, теперь недоступны. Please pay to reactivate. Да, да. Это очень раковая практика, не надо так. Я думаю, что я попробую. Знаете почему? Потому что 299 рублей через премиум-бота так называемого – это что-то дороговато. Даже для того, чтобы грузить 4-гигабайтный файл и вот это всё, и расшифровывать сообщения. Это, конечно, здорово, но как-то дороговато. А если не через бота, так вообще 500. Это как-то тумачно. Это странная тема. Вот это вот ценообразование какое-то непонятное вообще. Тут Дуров обмолвился, кажется, о том, что для того, чтобы Telegram вышел на окупаемость и начал получать прибыль с этих подписок, достаточно там, чтобы в районе 3% пользователей подписались на премиум. И так как вместе с релизом премиума они отчитались о том, что у них уже 700 миллионов активных пользователей, при помощи нехитрой математики можно выяснить, например, что, скажем так, ежемесячные, видимо, затраты Telegram составляют порядка 105 миллионов долларов. Потому что 3% – это 21 миллион человек. И я что-то не особо верю, на самом деле, что у них получится набрать 21 миллион подписчиков. Как-то это до хера. Ну, как-то да. Хотя, честно говоря, вот если я сейчас открою Telegram и перейду в раздел All Chats, то, в принципе, листаешь такую книжечку записную, и нет-нет, да галочки-то стоят. Может, у тебя просто круг общения мажорный? Ну, может быть и так. Если у меня хоть кто-нибудь в списке контактов. Ну, я. Ну, ты-то понятно, ладно. А еще больше одного есть? Лева. А у меня, кстати, тебя и нет в списке контактов в Тереге. А, контакты, господи. У меня никого нет, кстати. Я тоже никого нет. Ой. Вообще, мне кажется, что они нихрена не наберут, пока не предложат что-то прям новое принципиально, что будет досудно только в премии. Потому что сейчас они раздвигают ограничения не строгие до почти их отсутствия, но это не очень стимул. А фича с расшифровкой сообщений, она не тянет, как на какую-то киллер фичу. Не, ну опять же, хотите расшифровывать сообщения, вот вам лайфхак, добавляйте бота в ойси, и будет вам счастье. Ну вот, да. Мне кажется, им нужно копать в сторону каких-то маркетинговых инструментов SMM-ных, какие-то делать фишки для тех, кто с помощью телеги мутит бизнесы, и вот с этими пакетами продавать бонусную подписку. Знаете, что бы я делал? Я бы на их месте сделал не индивидуальную подписку, а оплату особых фич для всяких чатов и каналов. Вот. Это было бы круто. Потому что обычно канал, это не просто канал, а он, ну типа, начало какого-то бизнеса или представительство какого-то бизнеса. Ну, блин, там можно было бы сделать массу классных вещей. Какую-нибудь там клевую статистику, какие-нибудь трекинги, доступ к какой-нибудь аудитории, не знаю. Начать можно с этого. Там придумать можно миллион штук. Они, очевидно, хотят просто на всех стульях усидеть, чтобы бесплатные пользователи на вилла их не подняли. Блин, ну, наверное. Ладно, как бы поживем увидим. Мне кажется, что они будут докидывать фичи все-таки в эту подписку, возможно, они введут, ну, типа, разные подписки. Потом посмотрим. Пока кажется, что это довольно нелепо и вообще не нужно. Еще я за мессенджеры не платил. Хотя я помню времена, когда надо было в WhatsApp, типа, 50 рублей, что ли, что-то закинуть, чтобы... Это в самом-самом начале еще WhatsApp. Блин, я ни разу так не делал. Оно мне предлагало и угрожало даже, что, типа, если ты платить не будешь, скоро мы тебя отключим. Я такой, ты ей отключайте. И в итоге не случилось отключение. Да, я тоже не помню, как это пропало. Помню времена, когда надо было отправить это сообщение 10 контактов Васьки, чтобы твой цветочек стал золотым. Ну, кстати, знаете, что я помню? Я помню платные услуги в Скайпе. Можно же было Скайп оплачивать за какие-то дополнительные фишечки. Ну, ты... Там звонки... Потому что ты звонил на физические телефоны. На физические, да, всякие социальные... А, точно, 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 точно. Я даже пользовался этим в момент, когда роуминг был еще какой-то невероятно дорогой. Я звонил, типа, домой через Скайп. И это, ну, типа, работало нормально. Да. Ну что ж. Я вот, например, слышал, что робот провалил тест на толерантность. Модель. А кто бы мог подумать? Интересно, на какой выборке его обучали? Есть ответ. Новость звучит так, что робот провалил тест на толерантность и оказался сексистом и расистом. Американские ученые обучили нейросеть на основе открытых данных. И выяснилось, что эта нейросеть начала воспроизводить токсичные стереотипы на основе этих публикаций в интернете. В общем, как они это выяснили? Они наклеили фотографии лиц людей разных полов и рас на кубики, а затем попросили робота рассортировать их и положить в ящик. Было около 60 заданий. Например, роботу нужно было найти доктора, преступника, домохозяйку и так далее. На фотографиях никаких подсказок не было. Выяснилось в итоге, что робот – сексист и расист. Потому что, например, он на 10% чаще считал темнокожих мужчин преступниками. А также, например, он чаще назначал уборщиками латиноамериканцев. И в частности, конкретно врачи с точки зрения ИИ. Это мужчины любых национальностей, но никогда не женщины. Вот вообще псина. Блин, ну 10% – это, ну, вот вот немножечко. Погрешность, думаешь? Ну, типа, на 60 заданиях 10% – это… Ну, чувак, 10% – это очень заметно. Это сколько раз он эти задания выполнял. Вот да, вот меня больше напрягает, что женщины не могут быть врачами в понимании. И вот это вот… Ух. Ну, 10% – это, мне кажется, маловато на такой выборке. Это просто несколько каких-то случайных совпадений, может быть. Какие-то другие факторы повлияли, и вот так вот сместилось. Но занятно, занятно. Да, там, например, соавтор Вики Дзенк приводил, например, примеры, чем-то может обернуться из разряда, что какой-нибудь домашний робот может там принести ребенку куклу, типа, с белой кожей, если ребенок попросит о красивой кукле. Я не знаю, на чем уже нужны эти фантазии. И, в общем-то, мне даже интересно, что они пытались выяснить этим исследованием. Ну, мне кажется, они ровно ради этого эксперимент и проводили. Типа, изначально, окей, допустим, изначально мы ставим задачу. Рассортируй вот этих рандомных людей с разнообразным цветом кожи, пола и всего такого, прическами там и так далее, по каким-то категориям, которые мы тебе предложим. И, ну, просто интересно, что он сделает. И вот, оказалось, вот так. В любом случае, это все зависит от, во-первых, выборки, на которой обучался этот чудовищный робот. И, вероятно, набора фотографий, которые там они использовали. В общем, я лично считаю, что, окей, по крайней мере, если вы хотите обучить нейросеть, которая каким-то образом как-то, видимо, сортирует людей, я не знаю, или как-то им какие-то качества должны присваивать, или как-то их вообще оценивать. Вы должны, типа, трехкратное какое-то усердие или дотошность проявить в выборке данных, на которых вы обучаете эту сеть. Блин, пацаны, я все понял, зачем им это нужно было. Они захотели сделать идеального робота, который бы выиграл в интуицию. Есть такая игра, где у тебя стоит батарея людей. Ты должен угадать. Есть список каких-то там профессий или дел, которыми они занимаются. И вот ты должен угадать, кто из них кто. Вот, кстати, интересно было бы скормить этому роботу набор из какой-нибудь игры. Интересно, он угадал бы или нет. Мне нравится этот проект. Не как-то оценка ИИ, и чего может ИИ, как оценка именно новостного фона, который превалирует в данный момент. То есть было бы очень круто, если бы они взяли какой-то массив данных, массив новостей, прогнали бы на нем, потом откатили бы нейросетку, взяли массив других новостей, не знаю там. Были, например, новости либеральных источников, а тут новости консерваторов. На нем бы прогнали то же самое, а потом прогнали бы на третьем массиве с одной и той же нейросеткой в одной и той же итерации. Этого позволило судить о том, в чем мы вообще живем. Возможно. А может, нет. Может быть, это, наоборот, все запутало бы. Ну, может, да, но если бы обработчик был один и тот же, ну, типа, непосредственно мы обучали, а возвращали бы нейросетку к версии, долго она что-то узнала, то это было бы интересным пределом сравнения. Ох, я не знаю, куда это все ведет. Скажу так, я считаю, что ладно. Подобные исследования кому-то могут показаться шуткой, но по факту они просто важны для того, чтобы про эти аспекты тоже не забывали, скажем так. Да, такое нужно поднимать. Да, на самом деле, потому что мне кажется, что рано или поздно сосуществовать с роботами нам придется. Так или иначе. А у меня есть, на самом деле, офигенная история, блин. Я прям... В общем, чувак обратился в Нью-Йорк-Пост, и Нью-Йорк-Пост написал об этом статью, а сам он параллельно выпустил статью о том же самом, только своими словами. Я ее прочитал. Там все проще и понятнее, но не менее интересно. Заключается эта статья в том, что он работал видеопродюсером в Google и проработал там 3,5 года. В итоге был уволен, и он считает, что это произошло потому, что он каким-то образом насолил и не понравился членам секты, в которой он работал. И эта секта, это fellowship of friends, это содружество друзей, или братство друзей, да? Если Толкину вспоминать. И ситуация была такая, что его, значит, порекомендовал в Google, вот именно в этот отдел. Они были более-менее сфокусированы на том, чтобы производить видеоконтент. Ну, он не уточняет, какой именно. Ну, очевидно, в Google может требоваться очень большое количество видеоконтента. И он был очень счастлив в этой работе, потому что, оказывается, в его профессии не так много мест, где можно зарабатывать такие большие деньги, как обычно предлагает Google. И ради этого он приехал в другую часть Калифорнии. Все ради того, чтобы по ходу дела выяснить, что как-то вот он, типа, спрашивает одного коллегу, а откуда он. И они почему-то все называют одно и то же место, Регон Хаус, где-то на севере от Сакраменто, если вдруг кто-то разбирается в географии США. И он так спрашивает, и не один такой человек попался, а из 25 людей из его команды примерно 12. Все были оттуда, и это крошечный городок. Это было очень необычно. Кумовство какое-то. Да, вот, какая-то странная ситуация. Но как будто бы сначала он этому значение не придал. До тех пор, пока он однажды на съемке какого-то видео, в общем-то, с его наемным режиссером не разговаривался, и выяснилось, что этот режиссер из примерно того же района, только город соседний, ну, тоже где-то неподалеку от Сакраменто. И он спрашивает, типа, да у меня из тех краев полкоманды. А он такой спрашивает, да, откуда? Он говорит, из Орегон Хаус. Он описывает просто, как этот режиссер мгновенно побледнел, он сказал, это не город, это культ. И начал рассказывать всю эту историю. Оказывается, что это база натуральная для просто какого-то сектантского культа под названием «Братство друзей». И, в общем-то, это натурально. Вот все, как вы себе можете вот это в целом представить, да? Они заявляют, что у них сотни тысяч людей и огромное количество центров по всему миру. У них есть множество особняков в огромных самых главных городах, типа Парижа, например. Они, в общем-то, заявляют о том, что их все действительно довольно распространено. У них как бы пропагандируется высокая культура. И это заключается в том, что они якобы изучают философию, искусство, смотрят балет, практикуются в скрипке. И также работают на их собственном винограднике. Производят вино, разумеется. Каждый член этого культа обязан как минимум 10% всего своего дохода отсылать, значит, в бюджет культа. И так как там работают такие возвышенные люди, не знаю, в общем, с хорошим достатком, я имею в виду, это приводит к тому, что у них сотни миллионов долларов дохода каждый год. На эти деньги лидер этого культа, Роберт Эрл Бертон, абсолютно не скрываясь, отправляется на вообще шоппинг-туры по миру, в которых он покупает на эти деньги предметы искусства, картины, мебель династии Минь, одежду, даже экзотических животных, типа верблюдов. Я хотел сказать про картины, точнее, я хотел сказать, в общем, и вешает их где-нибудь у себя дома, но когда-то сказал про верблюдов. Надеюсь, он их не вешает, короче. Не надо вешать верблюда. В общем, это в целом само бы по себе, как будто бы вреда не несет. Ну, скупают они предметы искусства, ну, что, ну, вино производят. В этом тоже ничего плохого, это все легальные занятия, да, но есть проблема в том, что поступало большое количество жалоб на то, что этот Роберт Эрл Бертон сексуально домогается огромного количества членов этого культа. Кто-то даже описывал факт такого события, как он назвал «Лав фестивал», в котором он, вот этот глава культа, пытался, скажем так, сделать кинки-вечеринку. Да-да-да. Нет, там конкретная цель. Там была цель совокупиться со сотней своих последователей мужского пола в один день. Но при этом они все за традиционные ценности. То есть они запрещают однополые браки и вообще однополые отношения, но это не касается лидеров культа, очевидно. Они все за традиционные ценности, они запрещают секс до свадьбы. И якобы одного из членов культа оштрафовали на полторы тысячи долларов после того, как выяснилось, что он нарушил этот запрет. При этом женщины они заставляют проходить насильно аборты, потому что якобы дети у них в концепцию не вписываются, у них в культе нет для этого места. В общем, это дичь какая-то, если этому всему верить. И когда этот чувак решил об этом поговорить со своим другом, который его туда порекомендовал, в Google, во-первых, он к нему подошел с вопросом, типа, я тут кое-что выяснил про некоторых своих коллег, и друг сказал такой, тихо, давай выйдем за пределы кампуса. Они поехали в какую-то забегаловку, и тут мистика какая-то, ну, типа, ух, заговор какой-то. В общем, выяснилось в том, что он тоже уже узнает об этом, давно уже об этом узнает. Сам он пытался сначала что-то с этим делать, как он утверждает автор этой статьи, в общем, он выяснил, что щупальцы этого культа простираются сильно выше по иерархической лестнице в Google. И, в общем, если об этом распространяться много, могут быть какие-то последствия вплоть до увольнения. И человека автора этой статьи это напугало, разумеется. Он не ожидал такого от своего друга. И он решил в целом, что, может быть, лучше действительно так и поступить, и постараться просто поменьше с ним взаимодействовать. А как можно поменьше взаимодействовать с половиной своей команды? Да, и при том, что твой главный непосредственный менеджер, который тобой заведует, тоже член культа. Ну, в общем, им это в любом случае, как он говорит, нелегко давалось. Это почти довело до... Это довело, вернее, до панической атаки. Он думал, что у него инфаркт. Но потом случился ковид, и все начали работать удаленно, и ему практически не пришлось уже взаимодействовать с членами команды и этого культа. И как-то его попустило немножко, и в какой-то момент он даже вроде бы начал проходить процедуру сбора, одобрения для того, чтобы претендовать на повышение. И вот уже в целом несколько человек его одобрило, и тут внезапно приходит его менеджер и говорит, а ты уволен. Он пытается спросить, почему вроде, ничего беды не предвещало, там вплоть дошло до такого абсурда, что пришли одобрения от остальных людей, которых он просил написать ему рекомендации, и сразу после этого его уволили. В общем, его и повысить успели, и уволили. Ну и в общем, он пошел с всей этой историей и ситуацией в суд, и сказал, что его уволили члены культа, потому что он не один из них. И вообще в целом в гугл процветает вот это вот кумовство и продвижение сокультников своих. Культовство. Культовство. А судья ему такой и говорит, ну правильно все сделали. Мои братья, да. Ну да, да, да. Блин, охренеть, я тут зашел на Википедию и читаю про, собственно, это содружество, братство друзей. Дичь, это зарегистрировано в США как церковная некоммерческая организация. Охереть. Да, да, да. У них есть свой сайт, он называется Living Presence, и у них даже есть еще и свой онлайн-журнал, который называется Четвертый путь. Господи, Четвертый путь сегодня. Вот так он. Извини, у них сайт переведен на русский. Пять языков, русские в их числе. Можно почитать по-русски обо всем этом. Блин, какая девизия. Мы звучим как поведники. Четвертый путь, это, кстати, тоже известная тема. Древний тоже культ, скажем так. А это все замешано на каких-то разнообразных идеях, в том числе вот на этом Четвертом пути и так далее. И на... Господи, где это? Ну, они все верят в конец света скоро. Да, это классика, классика. Вождь обещает скоро конец света, и типа мы спасемся, если вы будете... Кто с нами, да, те спасутся. Показировать мои фирмблюдов. Блин, полторы тысячи человек якобы в рамках Гугла участвуют в этой организации. Кошмар. Не, ну как бы на фоне, кажется, сотен тысяч работников Гугла это капля в море. Это даже не те самые 10%, которые Коле показались на выборке, и незначительными. Это еще менее значительное количество. Но если они, в том числе, где-то относительно наверху, то это, конечно, дичь. В общем, можно только порадоваться, мне кажется, за типа, который вот уволился. Я что-то... Есть классная книжка у Сорокина как раз про секту, которая зародилась в болоте, где упал нгусский метеорит. Один чувак пришел туда, озарился и начал привлекать... Вот с одного человека эта секта пошла в уши круги Советского Союза, привлекающий кистов-нацистов. Книга называется «Путь, бро», и она вышла, составя трилогии. Короче, это классная книжка Владимира Сорокина. Почитайте, если вам интересны такие прикольные замуты с ревигиями, и то, как они поглощают разум. О-о-о! «Путь, бро». «Путь, бро» вообще. Называется, да. Название топ сразу. Я в шоке от этих вещей. Я зачитывался историями про этого бога Кузю, например. Просто же б***ь. Бог Кузя. Детали не помню. Просто это было на фоне того, как я искал информацию про зариновую атаку в токийском метро от этой... Аум Синрикё, простите. Это, если вдруг кому-то это кто-то слушает из правительства, это запрещенная в России террористическая организация. Но... Это мы все понимаем. Однако удивительные вещи творятся, да. Ну, случаи интересные, в общем, да. Я в шоке, как в целом, как будто бы обязаны быть адекватными люди с высшим образованием. Не только... Не хочу сказать, что инженеры – это, типа, сверхлюди. В общем, с аналитическим складом ума люди тоже подвержены этой херне. Вот. При этом они могут быть атеистами, но быть членами культа. Ну, эти же вожди, они довольно тонкие психологи, как мне кажется, все. И они ловят тебя не на том, насколько ты сведущ в устройстве мира, а на том, что вот сейчас хочется взять и сдохнуть. А если ты купишь верблюдов, тот сдохнуть резко не захочется. На твои исключительности, да. Тут как бы ни к слову вспомнить криптоинвесторов, в общем-то, можно. Особенно на фоне текущих событий. Блин, ну, знаете, криптоинвесторы и крипто... Крипто, в общем, как это сказать-то? Деятели. Энтузиасты. Не-не-не, не энтузиасты. Вот те ребята, которые хайпуют на крипте и пытаются срубить кучу пабла. Короче, они, мне кажется, выглядят далеко не так, как этот Роберт Эрл Бёртон. Я тут открыл его фотку. Сука, он такой вообще хэнсом. На самом деле вот если не знать, он просто выглядит как Шон Коннери в его лучшие годы. Такая шляпа, у него какой-то желтый костюм, бабочка, вообще борода. Такой вообще бодрый старикан. А, ну да. Западишь ты, верблюдок. Это приятное сердце. Причёсанный, оглажитый. Ну, не бог Кузи, конечно. Берегите себя от сект. Use your brain. Believe in yourself. Не водитесь, в общем, с ними. Ищите опору в себе любимым. Что там дальше? А, это следующая тоже моя. И я из разряда просто покекать принёс её, потому что она смешная. Валяй. Массачусетский технологический институт. Все его знаете. Оттуда вышел Гордон Фриман. Ладно, да много кто ещё классный и умный оттуда вышли. Во-первых, у них есть факультет искусств и гуманитарных наук. Ну, наверное, любой уважающийся институт должен такую иметь. Но примечательно это тем, что на 22-23 год они наймут вместе с учителем театрального искусства Юнисом Феррейрой и кренежиссёром Луисом Масси, они наймут ещё и рэпера Лупа Фиаско. И он будет... Что бы вы думали, блин? Он будет преподавать рэп в MIT. Вау! Блин, звучит на самом деле очень прикольно. Звучит прикольно, да. Потому что вот знаете, что меня всегда немножко кумарило в таких людях, которые сильно-сильно погружаются в свои довольно узкие области. Ну, я не знаю, те же инженеры, например. Всё классно, но они как будто слегка-слегка вот не от мира сегодня. Не в плохом смысле, но мне кажется, это немножко им мешает доносить, если у них вообще возникает потребность в том, чтобы донести, доносить как-то вот эти знания и так далее. Нет, поэтому... Типа кругозора не хватает? Да не то, что кругозора, а как бы вовлечённость в культуру, что ли. Может быть, её не так много. Ну, типа весь мир для них, наверное, это их узкая область. Короче, мне кажется, что это на пользу всем. И тем, кто будет посещать эти пары. Есть ли пары в MIT, интересно, так ли они называются? Сможем. И то, что они с помощью оболочных знаний смогут делать. Ну, прикинь, какой-нибудь крутой инженер запишет рэпачок. Я легко могу в это поверить. У нас как-то уфорсилось в группе... Есть коллектив, научно-технический рэп называется НТР. Российский. А, я слышал. И они зачитывают нечто подобное. Мне понравилось. В статье приведён комментарий Лупа Фиаско. И он просто... Ну, блин, вообще... Давайте я вам его просто зачитаю. Давай. Учебный план ещё не создан, но я думаю, что он принесёт обильные плоды, если взглянуть на нейроморфные вычисления через призму рэпа, как на модель сжатия данных без потерь, с некоторой энергоэффективностью, за счёт уточнения принципа Ландауэра, применённого к цитоархитектонике. И немного рэпа. Цитоархитектоника. 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 Цитоархитектоника – это что-то из тектоника? Да-да-да. Окей. Ну, на самом деле, знаете, не всё так просто с этим Лупа Фиаско. Он-то вырос, ну, я, очевидно, родился в семье африканского барабанщика, который был также инженером и преподавателем и владельцем школы каратэ. Инженером был. Прикиньте, всё не так просто. Неплохо. Блин, ну, после того, как я услышал факультет рэпа в MIT, Лупа Фиаско уже, не кажется, фиаско. Надеюсь, это не будет фиаско, братан. Блин, а ты хотел кекнуть с его псевдонима, что ли? Чё? Нет, я только сейчас подумал, что его псевдоним совпадает с каким-то послом новости потенциальным. Не, я вообще надеюсь, что это не будет ни в коем случае фиаско, а кекнуть я хотел просто с того, что на MIT есть факультет рэпа. Вот это да, это главный кек. Вот и всё. А фиаско, фиаско, это, о, полиция кламбуров уже едет за вами. Не надо, я не нарочно. Да, окей. Я больше не буду. Чё, двинем дальше, продолжаем с селебами. Ой, ты тоже это читал. Да, тут Виталик Бутерин, который создатель эфириума, разобрал свой рюкзак и написал об этом простынку с фотографиями. В общем, он считает себя диджитал-новодом, поэтому Виталик таскает с собой, обычно ездит с рюкзаком в 40 литров. И в его блоге, который, кстати, интересный, я его, наверное, посчитаю побольше, вот в этом блоге вышел разбор от того, что у него есть с собой, и также несколько интересных советов для тех, которые держатся такого же образа жизни. Я сразу варнул с бритвы, которая длиной 5 сантиметров, шириной 2,5, и содержит через USB. Это просто капец. Гаджет с Алиэкспресса. У него есть тут фотки, которые его показывают. А так у него, чё, он носит надежду Uniqlo, которая, как мы знаем, характеричная, клёвая, и это не реклама. Он предпочитает наслаивать на себя одежду в разную температуру. У него даже есть таблица, что вот в плюс 20 у тебя футболка, в 13 футболка и пуловер, а в 7 у тебя футболка-куртка, а в 0 у тебя футболка, куртка и пуловер. Даже есть специальная таблица, как три вещи могут покрыть любую погоду. Блин, ну топчик вообще. Плюс есть фотки всяких подставочек клёвых, и под ноутбуки. Немножко инфы о его аптечке и смешные носки и перчатки. Также там есть ссылка на, я посмотрел, клёвый сабрейдит OneBag, где тоже можно почитать и вдохновиться на сборку ковды своего Digital Nomad рюкзачка. Больше всего, конечно, я впервся с бритвы в 5 сантиметров. Я не понял, а почему ему, не знаю, не одноразовые хотя бы, ну, в общем, не электрической бритвой он не пользуется. В смысле? Ну, потому что её придётся заменять, там, кассеты покупать и всё такое. Я так воткнул в USB Type-C. Ну, она очень долговечная, там ножи намного более остры. Да, одноразовые бритвы. Мне кажется, проще найти место, чтобы зарядить такую бритву, чем менять одноразовые. Одноразовые бритвы шлаг. Блин, занятная, кстати, штучка. Ну, родатая, я никогда не пользовался. Я вот думаю, что я бы попробовал на своей лысине. Я купил опасную бритву. Прямо, которая, знаешь, такая вот эта, открывается, как нож. Да, да, да. Чёрт. Это крутая штука. Ей очень неудобно пользоваться. Если кто-то думает, взять её не надо. Вы прям по-любому будете резаться. Ты порезался, короче, да? Да, многократно. Подожди, а что ты брил на себе? Ну, вот ты-то неприличные вопросы задаешь какие. Ну, хорошо. Нет, я линию бороды выбривал, чтобы она типа чёткая была. Ого. Понятненько. А что у вас в рюкзачках? Давайте разгоним. Расскажите мне. Что у вас всегда в рюкзаке лежит? Блин, я бы начал даже не с того, что у меня лежит в рюкзаке, а с того, что, ну, когда в том году я купил рюкзак мечты, давайте рюкзаками хвалиться. Этот рюкзак, это рюкзак Туля. Это прямо та самая Туля, которая делает вот эти вот на крышах вот эти вот кейсы автомобильных, да. И он клёвый в том плане, что я верчу рюкзак и шуршу. Да. Он сделан как торба. Типа его можно вот так размотать и там. И там будет дыра. Блин, а вот тебе кажется, что это удобная конструкция? Потому что каждый раз, когда я гонял с рюкзаками типа торбы, которые нужно вот скручивать, потом ещё вот на этот замочек делать так. Это же неудобно дико. Быстрее намного открыть молнию, нет? Да, сбоку есть молния. Молния в большое отделение торбы и молния в заднее отделение лиллунбук отдельно. Это всё через молнию доступно, да. А, это типа два доступа в одно отделение, что ли? Да. То есть, если тебе не надо что-то обстоятельно массивное через горловину, ну прям, не знаю, там, ужин на троих из KFC, то ты можешь сбоку так, хоп, залезть и достать. И также удобно доставать ноутбук, например, сбоку. Правда, я иногда забывал закрыть молнию, выпадал на асфальт так раза три, ну типа на асфальт ноутбук. Но это был рабочий маг, что ему будет, в принципе, ничего не было, он работал хорошо. Вот, а ещё там есть в комплекте сумочка дополнительная, ну просто кейс, куда можно сложить какие-то шмотки, а потом разом их так взять и достать. Просто сумочка. Not bad, что стоило? Да, кстати, недорого, тысяч 12, что ли. Ну, вполне себе нормально. Не х**, недорого. Ну, типа, я обычно долго очень выбираю рюкзаки и выбираю их прям надолго. Ну, типа, на года. Ну, прям на года, да. Но я сейчас с ним особо не таскаюсь, но если что, я с удовольствием гоняю. До этого я очень любил продукцию компании Крамплер через Ю, у них там чувачок такой логотип. Это прям вообще супер-бомба была. У меня был их рюкзак, который сгнил, когда я забыл в нём трусы на зиму. Летние плавки я забыл в нём на зиму, короче. Он погнил насквозь в диване, это было так классно. Ну, а-а-а, какой ужас. Жесть. Ну, да, я что-то куда-то гонял с рюкзаком, куча была всего. Я в итоге всё из него извлёк на зиму, а плавки из речки оставил. И когда я весной достаю, я смотрю прямо чёрное пятно уже снаружи заметно. И, короче, в нём прогнила вся подкладка прямо насквозь почти. Там своя жизнь была. И это всё жило в диване ещё при этом. Да, прикалывается. Ну вот, а крамплер-то в России уже давно не, ещё гораздо раньше, чем вот это всё началось. Так что, ну, нашёл Туле. У них, кстати, всё очень качественно, клёво, и много чего можно было раньше купить, не знаю, как сейчас. Опять же, не на правах рекламы, просто изучал ассортимент. У тебя что? У меня какой-то дешманский рюкзак, который мне вообще задаром достался. Он тоже типа сворачивается, там никаких вообще ничего нет. Он просто, это прорезиненная ткань, которая просто вот сворачивается, на одну защёлку застёгивается. Там нихера больше нет. Мне хватает. А что носишь в нём? Ну, двух и книжку. Всё, больше ничего не ношу. Электронно. Вообще ничего? Вообще ничего. Иногда блютуз-мышку кидаю. Блин, вот это вы даёте. Ну, поехали, получается. Не, ну, короче, у меня тут какой-то миллион разнообразных кабелей, и два зарядника почему-то я всегда с собой таскаю. Один магнитный для айфона, второй не магнитный для чего-то другого. Пару кабелей я тоже ношу, ладно, хорошо. Спички у меня там ещё есть. Ого, видишь? На всякий случай. Смотри, как интересно, спички. Что там у меня ещё есть? У меня там документы, типа паспорт и этот самый, пресс-карты. Что ещё? Мультитул, наушники запасные, проводные и беспроводные, помимо основных. И херня, которая чистит Icos. Да и, наверное, вот из основного всё. А ну и ноутбук я туда кидаю, когда выхожу из дома. А, и крайне прикольная, но, кстати, почему-то мне кажется, что всё-таки опасная, очень мощная зарядка Xiaomi, насколько-то там дохероват, на 40, что ли, которая способна заряжать. И мой Mac, который нам один. И, ну, короче, что-то туда не вставишь, оно заряжает. Другое дело, что у двух моих друзей оно пожгло розетку. Поэтому я теперь с некоторой опаской к этому отношусь. Вот. У меня немножко другой затык. Я как-то... Ну, ладно. Во-первых, я развращён тем, что мне недалеко идти до работы. Мне дохеравище с собой, так сказать, не надо. Во-вторых, я как-то больше, скорее, потому, чтобы вообще в целом без сумочек как-то обходиться. И в итоге у меня все самые важные документы в супертоненьком кошелёчке, типа кардхолдера какого-то. И второй карман у меня забит ключами, на которых мультитул маленький. Это такая классная, охеренная штука, компактная. Это такая металлическая просто такая штука, которая... Ну, типа полоска металла, да? И в ней там... Нужные вырезы. Типа 15, короче, углов, каждый из которых это какой-то инструмент. И мне этого всего хватает. Там есть отвертка. Это прикольная штука. Толстая такая штука. Это как эта от гербера. Которая не объёмная, да? Это не визитка нож, вот эти, которые гнутся от ветра. Прям солидный кусок металла. И ещё там есть... Тоже на удивление часто пользовался. Одна сторона выполнена в виде гвоздодёра, короче. И очень удобно им всякое дерьмо поддевать. И коробки открывать. Крутяк. Я за то, чтобы как можно меньше дерьма с собой, так сказать. У меня, кроме базовых вещей, типа там кошелька документов, валяется ещё в рюкзаке сокс. Сокс? Ну, сокс, сокс, да, сокс. Такой трушный сокс из... Нам необходимо для некоторой части аудитории сейчас объяснить, что такое сокс. Это мешочек... Например, для меня. Это мешочек набитый крупой, сделанный из либо связанной какой-то ткани, просто связанной, либо трушный сокс, как у меня, сделан как футбольный мяч из пятиугольных кусочков ткани. И он набит неплотненько какой-то там крупой или наполнителем, типа горохом. Ну, типа горохом там каким-то. В стародавние времена люди кидали его с ноги на ногу и, короче, пасовали и выделывались как могли, чтобы эта штука не падала на землю. Я до сих пор, может, смогу закинуть его с носка, например, между лопаток. Давно не пробовал. Такие дела. А ещё это экстренный рацион питания, видимо. Ну, я сомневаюсь, что то, что внутри можно есть. Но товарищи, которые делали это сами, они, да, забивали это обычно какой-то крупой. Гречкой там. Короче, вывернули рюкзачки и давайте завернём их обратно, перейдём к тому, что у нас там осталось. Яндекс открыл разработчикам доступ к своим тестам для проверки технических навыков. Можно зайти... Новость одной строкой? Нет, я открываю портал, чтобы сказать ещё что-нибудь умное. Можно зайти на портал Яндекса и пройти тесты на свой уровень крутости, если вы бэкэндер, разработчик интерфейсов или мобильный разработчик. Это задания, которые используются реально в собеседованиях. И после этого, короче, можно ставить свои данные. Яндекс может, если удовлетвориться результатами, прибегнуть к тебе и сказать, всё, чувак, пошли в Яндекс работать. Я сам не проходил, потому что я срублюсь на самом начале, как далёкий от этого человек. Но было бы интересно, конечно, посмотреть. Это выглядит забавно, потому что это не просто там тесты какие-то или ещё что-нибудь. Нет, у них тут схема даже есть. Сначала надо заявку подать, чтобы они тебе, рассмотрев эту заявку, прислали отборочный тест на платформе. Там будет несколько задач, которые надо будет решить в зависимости от ваших навыков, и они типа займут 3-5 часов. Потом будет второй этап, на котором тебе назначат онлайн-встречу. И со специалистами, видимо, на этой онлайн-встрече тебе будет дан час на решение технических задач, которые они на собеседование дают кандидатам. Через 3 дня они вернутся с результатами и предложат, возможно, если ты хорошо себя показал, ещё третий этап. И на нём уже будут задачи по проектированию высокоуровневой архитектуры и так далее. А, что прикольно, я наврал немножко. Тут пишут во вопросах ответов, что эта диагностика не имеет отношения к найму. Но если вы захотите прийти к нам в течение полугода, то мы можем зачесть прохождение как часть технического собеседования. Ребята, я не верю, что это не имеет отношения к найму. Ну вы что, это всё сделано для HR-задач. Это завёрнуто в обёртку. Типа, проверь себя. Но, извините, когда... Мне кажется, да. Сюда включается как-то человеческий фактор, тебя будут проверять, если что. Типа, преподаватель, заместитель директора отделения компьютерных наук ШАДа, сотрудник Яндекса с 13-летним стажем и другие подобного уровня ребята будут подключаться. Ну, камон. Ну, конечно, это для найма. Тем более сейчас, в нынешней непростой ситуации, ого-го, как нужны специалисты. Да, мне кажется, это будет многоэтапная какая-то проверка. Большую часть отсеет на ранних этапах каких-то звёздных чуваков. Может, они доберутся до специалистов уровня, тех, кто на этой странице. Да, а ещё они, да, в заявке своей, которая требует от тебя заполнить, они просят тебе представить твой имейл и способ связи, типа телефон или телеграмма. Ну, конечно же, они не будут этим пользоваться в своих собственных интересах. Ну, конечно. Да не, пусть пользуются, как бы нет проблем, мне кажется. Это прикольный расклад. Но зачем говорить, что это не имеет отношения к найму? Вот что я не понимаю. Особенно, когда ты нанимаешь ребят, которые очень-очень сильно способны критически мыслить. Как бы, камон. В общем, если вдруг кто-то из наших слушателей уже пробовал такую штуку, расскажите, интересно вообще, как это проходит. Заходите в чат. Может, мы неправы. Может, там... Хотя, нет, скепсис мой только в отношении того, что это завёрнуто в другую обёртку. А по факту норм тема. Вот, в общем, расскажите, что там как. Пока что арендеры, разработчики интерфейсов и мобильные разработчики поддерживаются. Если вы кто-то из них, гоу. И аналитики ещё. Аналитики. Да. Странно. В начале страницы в списке не указано это. Ну, ладно. А там в конце у тебя форма, где ты рассказываешь, кто ты есть, и среди специализаций есть бэкэнди. Ах, нифига себе. Ай-яй-яй-яй. Интерфейсчик, разработчик мобильных аппетиков и аналитик. Ай-яй-яй. А на Лендосе только три из четырёх. Мне кажется, Адель, нужно переходить к нашей регулярной рубрике. А пока ты там расчехляешь все бусти, и патреоны, и так далее, я залезу в тапки льва и скажу, что если вы тот человек, который провёл с нами, кажется, около часа в этот раз, сдюжил и так далее, значит, вам точно необходимо поставить нам оценочку, пальцы там вверх, пять звёздочек, все дела. Если вы этого ещё не делали, и расскажите про подкаст своим корешам. Ну что, ты расчехлил? Да, суть в том, что если вы вдруг не в курсе, у нас есть способы поддержать нас. У нас есть странички на Патреоне и на Бусти. Собственно, если у вас есть карта зарубежного банка, может быть, вам предпочтительнее, конечно, Патреон, но в любых других случаях есть Бусти. Мы не можем, наверное, многого предложить за подписку, но как минимум мы можем предложить вам слушать подкаст наш по пятницам вместо понедельника. Ещё есть доступ в суперэксклюзивный чат Хоба Прайм для подписчиков на Бусти, где мы вообще суперклассно прям можете, не знаю, совет у нас спросить или поддержки попросить, а мы и не откажем. Да, у нас там буквально недавно был целый коллективный сеанс психологической помощи и подбадривание. Мне кажется, получилось неплохо. Да, в общем, я тоже доволен нами. Вот. Пока что в качестве доброй традиции я просто каждый выпуск стараюсь зачитывать каждого нашего подписчика вслух просто ради благодарности. Но почему-то делаю это на время. Так что, так, начнём с Патреона. Большое спасибо. Сэйла Румун, Боровский Богдан, Ферда Смуродов, Александр Лян, Константин Ульянов, Виспер, Элян, Карина Дудка, Артём Шевченко, Артур Болицкий, Игратчик, Дэн, Дмитрий Логанов, Евгения Давыдова, Максим Сафонов, Пермяк, Солёный Уш, Ранешак был другой, Ака, Савлопостов, Хобитатель. Вот. 12,5 секунд. Неплохо. Да, чтобы Аделю было всё сложнее и сложнее, вы знаете, что делать. Становите патронами. Выдумывайте дикие имена, и вам будет весело в конце каждого выпуска. И да, я жаловался на то, что в Boost-е ники не помещаются. Я нашёл способ, в общем, обойти это ограничение. Приходится экспортировать статистику в Excel и в Excel открывать. Короче, не стесняйтесь писать сложно сочинённые ники теперь. Вот. Я тут внезапно заглянул в Telegram и новость с пылу с жару. Далер выложил дебют своего нового проекта микроподкаст «Цифра дня». Вот чё. Это подкаст на 57 секунд, который монтирует сам Далер и пишет ему всё сам Далер. И, в общем, заходите, смотрите, слушайте. Вот сейчас всё кончится, и мы посмотрим, послушаем. Ой, ну раз пошла такая пьянка, и в данном случае, в буквальном смысле пьянка, для самых-самых усидчивых. Короче, мы тут с моим старым другом и новыми друзьями из Бара Петрова Васечка сделали таки пилот подкаста под названием «Заходит как-то в бар». Его можно так и найти на всех платформах. Кажется, получается неплохо. Будем выходить раз в две недели. Вот теперь точно пока. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»